К другим коммунальным проблемам. Одна из главных современных проблем, стоящих перед любым обществом – сбор и утилизация бытовых отходов. С каждым годом этот вопрос становится все актуальней. При этом возрастают требования, регулирующие данную сферу. Как будет организована эта работа в нашем регионе уже в ближайшие годы, и готовы ли сами тверичане к цивилизованному сбору мусора? Об этом в нашем сюжете. Контейнеры установлены даже в самой глухой деревне. Одни для пластика, другие для пищевых отходов. Мусор вывозят регулярно. Сначала машины едут на сортировку, затем на полигон. И никакой вони и гари, а также разлетающихся по округе пакетов источных ручьев. Все соответствует современным экологическим нормам. Так, в соответствии с региональным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», в идеале к 2024 году в нашем регионе должен быть налажен мусорный путь. Нововведение в мусорной сфере – не областная инициатива. Это федеральный тренд. Государство решило взять под контроль вывоз и утилизацию отходов, чтобы положить конец стихийным свалкам. Раньше никто не гарантировал, что мусор, который везли с контейнерных площадок, доедет до полигона. Чтобы не платить деньги за размещение отходов, некоторые подрядчики выгружали его в ближайшем лесу или овраге. Собственно, так, к сожалению, происходит и сейчас. Недавно мы уже рассказывали о стихийной свалке, возникшей неподалеку от областного центра. Как нужно реагировать в таких случаях? Отвечаем. Жители региона, столкнувшиеся с мусорной кучей, могут сообщить о ней не только в местную администрацию, но и пожаловаться в прокуратуру. В прокуратуре Тверской области организована горячая линия по вопросу обеспечения прав и законных интересов граждан на благоприятную окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления. По обозначенному вопросу можно обратиться в период с 25 ноября по 8 декабря. Прием звонков осуществляется с 9 часов до 13 часов и с 13.45 до 17 часов. Поступившая информация будет проверена при наличии оснований, приняты меры прокурорского реагирования. Обращение также можно направить через единый портал прокуратуры Российской Федерации, единый портал государственных и муниципальных услуг. Считается, что за год регион накапливает примерно 620 тысяч тонн мусора, и, увы, только десятая часть идет на переработку. А между тем, раздельный сбор отходов на этапе мусорного ведра позволяет пустить на вторичную переработку до 50% мусора. Для этого нужно, чтобы пластик, стекло, бумага и металл попадали в разные контейнеры. Если весь мусор сваливают в одну кучу и везут на сортировочную станцию, только 10% отходов можно отправить во вторичку. В странах Европы к раздельному сбору мусора давно привыкли. Что же касается тверичан, то, как показал наш опрос, жители Верхневолжья находятся на разных стадиях формирования экологического сознания. Культура и обращение с отходами – это один из важных маркеров, по которому сует уровень совизуальности общества. Сегодня мы опросили горожан, созданы ли в Твери условия для раздельного сбора мусора. У меня возле дома стоят мусорки с раздельной, и все, что я знаю об этом. А какие там разделения вы не помните? Есть для пластика. То есть просто контейнеры и контейнеры для пластика. А как вы думаете, для металла, стекла нужны отдельные фракции? Наверное, да. Только нужно еще обучать людей, как это делать. Потому что даже в этом отделе для пластика лежит куча другого мусора. Поэтому если обучать, наверное, да. За границей-то точно. Там все зелененькие, допустим, бумага, синенькие, это желтенькие. У нас во дворе есть, мы выбрасываем, но только пластик. А я бы с удовольствием. В Москве там более-менее сделано. Баки-то стоят, но на городской свалке это никак не разделяется. И что складывают в разные контейнеры, все потом скидывается в одну общую кучу. Ну, я не знаю, как это будет собираться. Все ли будут сознательно к этому относиться. То есть в тюрьме очень мало условий, правильно? Ну, да. Около моего дома есть. А какое там разделение? Ну, для пластиковых бутылок, для мусора, который там после ремонта, как он называется. Ну, и обыкновенный мусор. Мне кажется, правила никто эти не соблюдает особо. Все выкидывают просто в контейнеры. У нас культура просто нет. Вроде бы есть, куда их складывать, но их не вывозят вовремя. И поэтому все переполнено. Возможно, проблема в том, что у нас пока нет мотивации общества и бизнеса в применении так называемых зеленых технологий. Специалисты уверены, раздельный сбор мусора должен быть выгодным для граждан. Например, если бы тариф на вывоз отходов для тех, кто выбрасывает раздельно, был бы ниже, чем для тех, кто сваливает все в одну кучу, это стало бы существенным стимулом для жителей Твери и области.